Пройдите, пройдите. Ребята, это что-то невероятное, ребята, да вы чего, я плачу. Боже мой, моя девочка приехала. Это просто бомба. Это моя мечта бредовая. Это что-то с чем-то. Я готова вот так вас всех в охапку взять. Чего кричишь-то? К нам на телефон помощи пришло сообщение от нашей подписчицы Веры из Чувашии, которая рассказала, что живет в селе вместе с больной мамой, на которой врачи поставили крест. Вера пенсионерка и возможности работать ее нет, так как за мамой нужен постоянный уход. Дом, в котором они живут, был куплен в рассрочку. Средств на жизнь практически нет. В письме Вера сообщила нам о том, что очень мечтает о корове. С ее помощью она сможет обеспечивать себя едой и заработком, полученным с продажи молочных продуктов. Что ж, друзья, летим в Чувашию. Великое чудо! Вера? Да, я вообще, вы, ребятушки мои, дорогие. Какая неожиданность для меня это вообще. Ну, бывает такое, да. Проходите. Давайте пройдем. Осторожнее, здесь все у нас низкое, лбы не порасшибайте. Так что проходите, вот здесь вот кухонка моя такая. Куда присесть можно? Идемте, вот здесь вот много это, есть где присесть. Хотел спросить, а почему вы решили написать? Вы знаете, я смотрю эти благотворительные каналы абсолютно все. Я сама, по сути, вот если у меня что-то есть, я с удовольствием отдам. Не продам, а вот отдам. То есть, если кому-то нужно, я всегда на помощь приду. И когда я смотрю это, как вы помогаете, как ваш канал помогает, я просто в восторге. Просто в восторге. Вы помогаете пенсионерам, вы помогаете детям, вы помогаете людям, оказавшимся в сложных, трудных ситуациях жизненных. Вытаскиваете людей из дерьма. Ну, это просто... Ну, это респект и уважение. Спасибо большое. Это просто очень большое. И вы решили написать? Да, я решила, потому что я как только сюда заехала, у меня это... Даже когда еще сюда ехали, конечно, у меня мечта была, корова, корова, корова. А чем вы вообще в свободное время занимаетесь? В свободное время занимаюсь чем? Я вот каналы смотрю. Ага, YouTube. Да, да, это обязательно. То есть, я смотрю, какую продукцию делают из молока. Вот это вот я смотрю. Фермерские. Фермерские каналы, да, да, да. Кто как хозяйство держит, как сараи, какие сараи, как они построены, из чего построены, чтобы подешевле было. Чтобы не вкладывать там в сарай больших денег. Ну, вот так вот. Я всегда занята. А как вы считаете, вот YouTube вообще помогает? Конечно. А я кроме YouTube, я ничего не смотрю. YouTube страшная сила, да? О, вообще. Она мотивирует самое главное, понимаете? Смотря что смотришь, мотивирует. Конечно. И дает силы. Мотивация, она всегда дает силы. Мама моя сыграла такую роль, что мы очутились. Я вообще родом из этого края. В 2013 году у мамы инсульт был, мы ее отсюда забрали. Сами мы на севере жили. А на севере где? В Сургуте. Забрали ее туда. И вот она года полтора-два отвези меня к деду на могилку. Ну, к мужу. Отвези меня. Не знаю, сколько мне осталось. Все равно были такие мысли, что куда-то надо переезжать оттуда. Это север. Здоровье там теряешь. Ну, и жизнь там дорогая. В сентябре мы в прошлом году сюда приехали. И вот октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Я срочно начала искать какой-то дом. Ну, вот в Чуварлех нашла вот этот домик. Договорились в рассрочку. Я благодарю Валентину, хозяйку этого дома, которая просто доверила. Это знакомый ваш? Нет, нет, я этот дом на Авито нашла. Она вообще нам не знакомая, но она доверила нам. Вошла в положение? Ну, не знаю, какими мыслями она руководствовалась. Я не могу сказать ничего. Но, по крайней мере, она это сделала. И вот мы заключили предварительный договор. И сейчас мы выплачиваем за этот дом. Сюда мы переехали 23 января. И вот в январе месяце будет последний платеж у нас. А вы тут работаете? А где, как я могу работать? У меня мама лежачая. Я вот, видите, я не могу ни на секунду просто. Если я даже в город еду, там, кое-что подкупить и тому подобное. Чисто на пенсию живете, получается? Да, да, да. Чисто на пенсию живем. А мама, получается, лежачая? Мама полностью лежачая. Сейчас. Здрасте. Здесь вот, видите, вот это вот спальное место еще есть. Здесь вот так вот все. Туда дальше, вот, огород. Там вот все. Это вот это вот все для мамы. Вот все, абсолютно все, что там есть. А, ну, лекарства. Все в лекарствах. Да, все ее там для гигиены, памперсы, пеленки. Так что, ну, вот уход у меня за ней, конечно, много времени за ней. Ну, понятное дело, то, что это тяжеловато. Да, ей и массажик надо сделать, и поговорить с ней, и потрогать ее, чтобы она чувствовала, что она не одинока, не одна. В общем, вот так как-то. Ну, это как вот в детстве она за вами уходила. Да, да, да. Поменялись ролями немножко. Да, она не повернуться не может, не сесть сама не может, ничего. Сколько по времени уже лежит? Она лежит 9 месяцев. Вот инсульт случился, обширный инсульт, никто не давал положительного какого-то результата. Ее с больницы просто выписали, прям резко, и домой забирайте. Дай бог живет, пусть она в таком состоянии, но, как говорится, мама есть мама, дай бог она живет, и я готова за ней ухаживать, спину срывать, потому что она чуть-чуть у меня так полноватая. Ее же и подтянуть надо, и перевернуть надо, и помыть надо. Ну, то есть, вот такой вот труд. Вы, получается, сама тут по хозяйству? Я здесь одна, да. А как вы думаете, ну, то есть, есть шансы, что ваша мама поправится и встанет на ноги? Шансов никаких нет. Шансов нет. Вот у нее стабильное состояние, вот такое вот стабильное состояние. Ну, периодически, вот недавно буквально прокапали ее, капельницы делали, фельдшер приходила, капельницы делала. Так, чтобы поддержать ее. Ну, и питание, соответственно, конечно, питание – это самое главное. Молоко, наверное, необходимо, да? Молоко, да, молоко необходимо, потому что это витамины, это и сметанка какая-то там чуть пожиже ей делать. Кашку даже, это и сливочное масло для нее, конечно, это необходимо. Каша утром, обязательно я делаю молочную кашу ей утром. Все на молоке? Все, да, молочное, молочное, да. Ну, молоко, конечно. Но на молоке обычно и поправляются, да. В войну, как говорится, на молоке людей выхаживали. Да. Вот так. Это тяжелая тема для разговора сейчас. Да, да, да. Но меня мама держит, она просто держит, и все, я не могу никуда. Не, ну это хорошо, то, что вы помогаете. Бывают такие случаи, то, что, ну, свои там сыновья, дочерьми бросают своих родителей. Такое тоже. Такое тоже случается. Нет, я говорю, то, что вы молодец и как бы не бросили свою маму. Не, не, ну вы что. Ну, можно сказать, вы тут выживаете, да, пока? Ну, да, да, живем как можем, но я же говорю, мы не капризные, как бы говорится, к трудностям привыкли. Выплываем потихонечку, не шикуем, конечно, одежду себе не покупаем. Пока, ну, пока вот так как-то. Как на войне вообще. Да, питание есть, мне самое главное, а нам вдвоем пока сейчас с мамой что нужно. А маме сейчас сколько лет? Маме 79, вот 20 ноября исполнилось. Значит, отличный приступ. Ну, инсульт, инсульт. Инсульт, да, правая сторона мозга, у нее практически в ладонь все залито. Она разговаривает? Очень плохо. Я знаю, что если есть корова, то это кормилица. То в доме все есть, абсолютно все есть. Что можно из молока сделать вообще? Из молока творог, сметану, сливочное масло, сыр. Много всего? Много всего, конечно, сливки. Я даже, мне сестренка сепаратор свой старенький отдала, потому что я готовлюсь, понимаете? Ну, вот никак не получается у меня, чтобы вот раз-раз-раз-раз скопить и все. Коровы очень дорогие, я не знаю, это надо таких денег. Пока вот не получается. Конечно, со временем, может быть, там тысяч по десять, если как-то откладывать, как говорится, пояски затянуть. Можно было, но сложновато, ребята, просто сложновато. Ну, понятно. Потому что на маму очень много денег уходит. То есть это ваша такая мечта? Да, 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 да. Мы когда-то жили в Воронежской области, мы держали свое хозяйство. То есть для меня это не новое что-то. Я умею доить, я умею ухаживать за коровой. То есть я знаю, как с ней обращаться. Я знаю, как сделать так, чтобы она знала хозяйку. То есть это для меня не новое. У меня опять коров когда-то было. Смотрю то, что когда заходит речь о корове, вы прям в ухо. Ага, да, 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 да. Действительно, вот прям глаза горят у вас. Да, это не просто хотелка, понимаете. Это член семьи. Корова – это член семьи. Когда у нас были коровы, когда мы в Воронежской области были, и когда оттуда хозяйство, в общем, убирали, и коров продавали, и вот выводили, они плакали от нас, мы выводили. Ну да, они с чувствами, они умные, они все понимают. Да, у них есть чувства, да, они такие прям, они милые. Это вообще… У соседа такая машина, сосед, наверное, приехал. А мы сначала вон тот дом хотели купить. Вот там вон беленький дом есть, мы его хотели купить. И слава богу, что не купили. Вера, пройдите туда, пожалуйста. Да вы че? Пройдите, пройдите. Ребята, ребята, это… Ой, ты же моя девочка. Ой, ребята, да вы че? Это правда. Ой, боже мой. Теперь у вас есть корова. Это что-то невероятное, ребята, да вы че, я плачу от счастья. Боже мой, моя девочка приехала. Ты моя девочка, крошечка, ты моя. Ой, ты же мое счастье. Поздравляю вас. Ой, ребята, я хочу просто вас обнять всех от души. Ну давай. Ой, у меня истерика сейчас от счастья будет. У меня сейчас истерика от счастья будет. Ее зовут звездочка. Ой, ты моя, ой, ты моя звездочка, ты же моя красавица. Да на тебя посмотреть, как бы тебя оттуда снять еще. Ваша мечта исполнит. Это вообще. Ребята, смотрите канал Абракадабра. Это действительно мечты сбываются. Сто процентов. Сто процентов, говорю. Это моя мечта, бредовая коровь. Я вообще не думала, что она будет. Как-то вот. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Ребята, смотрите Абракадабру. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Поддерживайте канал. Они помогают. Реально помогают людям. Это просто счастье. Ребята. Спасибо вам за добрые слова. Это кошмар. Мы очень рады, что смогли вам помочь. Это не помощь. Я не знаю даже, как это назвать. Ребята, это просто бомба. Просто бомба с вашей стороны. Спасибо большое. Ладно, я понимаю, там ноутбук, там телефон привезли, коробочка. А здесь коровы привезли, елки-палки. Ой, 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 ой. Я просто в счастье купаюсь. Звездочка моя девочка. Я сам очень рад, что вы очень рады этому подарку. Это просто не передать меня. Шжух. Давайте тогда. Будем знакомиться как-то сейчас с ней. Я же готовилась к этому. У меня сена хватит до весны на нее. Это вот здесь два. Это я еще летом купила. Потом чуть позже еще купила. У меня есть все для нее. Все. Я сейчас прям ее накормлю. Напою. Здорово вообще. Ну вы хозяйственное свое хотите, да? Скот, чтобы был у вас. Ну конечно, ну надо как. Давайте ее выгрузим. Давайте попробуем. Ой, ты моя девочка. И ты же моя красавица. Звездочка ж ты моя ненаглядная. Ой, я не могу. Я не могу просто. Ей, по-моему, два или три года. Ага, она, наверное, первотелка. Я же не специалист по корову. Ну понятно. А где брали вообще? Здесь где-то? В 45 километрах отсюда. Как поселок называют? Первомайский, нет? Первомайский, да. Я ее видела на виду. Да, наверное. Я ее видела. Она у меня в избранных стоит. Коровка. Они как раз пару дней назад выставили объявление. Я же говорю, я каждый день смотрю. Смотрела, вернее. Сейчас все, я успокоилась. Все, пока я коров смотреть не буду. Ну, хорошая корова. Ага, можно сейчас подоить, попробуйте. Даже молоко. Да? Если есть желание. Мы в подарок хотели. Что есть? Ну, раз вы вот эту советуете, значит, ее и возьмем. Потому что эти дни уже мне как-то положили. Это получилось искусственным путем, искусственным осеменением. То есть, как бы мы ветеринара вызвали, вот эту ее маму огуляли. У нас вот получилась такая корова. При дойке она не лягается, нормально стоит. Вот. По состоянию, вот, они у нас содержатся, ну, как бы в чистых сараях. Сколько ей? Так, у нее два отела. Ну, три года, получается. Три года, да. Возраст, да. Ну, давайте ее тогда возьмем. Она думает, я ей поищу сдал. Ну, да. Своеобразная капуста. Так, пятьдесят тысяч, значит? Пересчитай. Да ладно ты. Ну, чего ты кричишь? Чего кричишь-то? Коровушка. Звездочек. Да нет, нет, нет. Ну, хор. Боже мой. Ты моя девчушечка. Ну, я ваш номер оставлю. Ты моя красотка. Брюшко беленькое. Хвост длинный. Это молочность. Вот я свои наблюдения рассказываю. Дом выплатен будет полегче. Сейчас все будет свое. Ну, конечно. И масло, и сыр, и сливки. Все будет свое. Какой там? Ничего не покупать. Обалдеть. Тихо, тихо. Тихо. Да не отворачивайся это от меня. Все, мое солнышко. Все, моя красавица. Все. Да, я тебе сейчас хлебушка вынесу. Да, моя девочка. Да, моя хорошая. Сейчас. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Пошли? Пойдем. Пойдем. Ага. Пошли. Сейчас я ее вынесу. О, домой. Правильно, домой. Домой. Сама пошла. Правильно. О, знает, куда идти. Ничего себе. Ты же моя умничка. Сама пошла. О, тихо, осторожнее. Здесь лед. На, поешь. Или пить хочешь? Пить, наверное, хочет. И кушать хочет. А у вас сарай нет? Закрыть. Закроем. Не, не, сарай есть. Сейчас попозже закроет. Закрой, закрой. Будет в сарае жить. Ты моя, вот так вот. Кушай, кушай. Кушай. Я тебе и водички вынесу. Сейчас тепленькой попьешь у меня. Ой, я не могу. Мне не верится даже. Боже мой. Это же надо, ребята. Это точно. Вот вы. Мы очень рады, что вам угодили. Это не то слово. Это просто. Меня эмоции переполняют. Я готова вот так вас всех в охапку взять, понимаете? Вот так вот обнять в знак благодарности. Блин, круто. Вообще мне нравятся ваши эмоции классные. Ну, меня тоже эмоции переполняют от того, что вам радостно. Ты что, моя? Звездочка, конечно, на лбу звезда. Конечно, она звездочка. Такое имя ставите, да? Звездочки. Или переименуйте. Посмотрю. Вообще есть такая примета, что когда корова приходит в чужой двор, в другой двор, ей надо имя, ну, созвучное что-нибудь подбирать. Ага. Ну, вот. По характеру где-то так. Есть такая примета, да. Она прям накинулась на еду. Кушать хочет. Конечно. Я же говорю, я же готовилась. Вот, зрители, подписчики, вот честно вам говорю, я не ожидала. Вот сегодня это 100%. Я думала, просто сегодня меня там поснимают, я поговорю чуть-чуть и все. Я не думала. Но я готовилась. У меня зерно было готово. Я намолола. Даже зернодробилку купила летом. То есть у меня есть дробенка. То есть, ну, я чуть-чуть, правда, намолол. Ну, это вот так вот, думаю, потому что приобретение коровы, это вот сегодня нету, а на завтра может быть. Ну, да, да, да. Вот так вот. Ну, когда в деревне живешь, то да. И поэтому я готовилась. А представьте, если бы я сейчас все сразу, вот это вы мне привезли, да, а у меня ничего нету. Ну, да, 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 да. То есть у вас была мечта, но вы готовились к ней заранее. Я готовилась заранее, конечно. Потому что сразу все это, представьте, сколько денег надо. Согласен. Ну, что ж, Вера, мы рады, что вам подарок очень понравился. И то, что мы смогли вам угодить. И произвесли какое-то маленькое чудо в вашу жизнь. Нам очень приятно на самом деле. Ребята, я еще раз благодарю. Это не чудо. Это чудище. Просто до небес, я говорю же. У меня эмоции переполняют. Я очень благодарна. Пусть ваш канал процветает. Спасибо большое. Еще миллионы и миллионы вам подписчиков. Всем своим знакомым, друзьям, незнакомым. Всем буду рекомендовать ваш канал. Просто пусть смотрят, ставят лайки, подписываются. Спасибо большое. Очень благодарна. Очень. Мы поехали тогда. Ребята, еще раз спасибо. Я прям вот поклон вам, поклон за ваше дело, за ваше... То, что вы людям делаете такое добро. А добро, оно всегда возвращается с Торицей. До свидания. Счастливого пути. Будете в наших краях, уже приезжайте. Обязательно заедем. На сыр, на творог, на молочко. Я всегда рада буду вас видеть. Ну все, всех благ вам. Всего доброго. Все, до свидания. До свидания. Пока. Давайте объемся. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Вот. Аврушка на прогулке. Она гуляет. Погода хорошая. Мы еще друг к другу привыкаем. Знакомимся. Она девочка хорошая, послушная. Вот гуляет. Стой, моя девочка. Стой, моя хорошая. Мое солнышко. Аврушка моя. Фух. Сейчас поставила молоко от моей Абрушки, которое мне подарил канал Абракадабра. И буду с него, с этого молочка, делать сыр. Зерно привезли. Это те деньги, которые я чуть подкопила на коровку. Вот сейчас на 5 тысяч. Вот 5 тысяч всего и накопила. Сейчас я заказала 6 мешков зерна, пшеницы и 2 мешка отрубей. Так что все хорошо. Хорошо.